Добро пожаловать на передачу «Мировое влияние» и Вашингтон. Сегодня мы находимся в самом могущественном городе в мире, чтобы поговорить о силе Божьего Царства. Будем говорить им о молитве, которую дал нам Иисус, «Да придет Царство Твое». Что означает приход Царства Божьего в Вашу жизнь, и как оно замещает Царство Тьмы? Если у Вас есть вопросы о том, как Божье Царство может прийти в Вашу ситуацию, то звоните мне по номеру, который Вы видите на экране. Также можете зайти на наш сайт, адрес которого Вы видите на экране. Нам пишут люди со всего мира, и мы будем рады услышать Вас. Расскажите Вашу историю о Ваших проблемах. Мы помолимся за Вас и будем верить, что Божье Царство принесет победу в Вашу жизнь. Мы должны понимать, что когда приходит Божье Царство, оно влияет на все. Влияет на нашу личную жизнь, семью, общину, церковь, образование, медиа и все остальное. Оно также влияет и на политсферу. Мы видим борьбу Царства Света и Тьмы в Вашингтоне каждый день. Я стою перед памятником Линкольну, который напоминает нам о времени серьезного конфликта в этой стране, когда народ молился о пришествии Царства Божьего в Америку и правления Иисуса в нашем поколении. Если Вы хотите того же, то помолитесь этой молитвой со мной. Позвоните мне по номеру, который видите на экране, и скажите, «Доктор Уилсон, я стою с Вами за пробуждение в Америке». Пусть Царство Божие придет в нашу страну. Не забудьте зайти на наш сайт, адрес которого Вы видите на экране. Мы в Вашингтоне, в самом могущественном городе мира. И мы будем говорить о селе Божьего Царства. Я скоро вернусь к Вам. Пожалуйста, никуда не уходите. Меня зовут Энди Браун, я партнер по аудиту в компании Гранд Торнтон. Мы аудиторская фирма, одна из крупнейших в мире. У нас больше 40 тысяч сотрудников по всему миру и около 50 офисов в Соединенных Штатах. Я выпускник УОР 2002 года. Там я получил потрясающий опыт. Мистер Грег и мистер Анра – заслуженные профессора университета. Они оказали огромное влияние на мою жизнь. Я получил ценный опыт найма выпускников университета, поскольку сам вышел оттуда. И тем самым воздал за вклад университета в мою жизнь. Диплом УОР ценится и в Гранд Торнтон, и во многих других крупных компаниях города и страны. Мы были очень довольны качествами студентов-выпускников УОР. Это говорит о высоком уровне подготовки, которую они получили в процессе учебы. Это замечательный университет. В 21-м столетии большая часть мира живет с такими формами правительства, которые дают личную свободу. Но на Древнем Ближнем Востоке жаждали не свободы, а безопасности. И популярным способом ее обеспечения была монархия. Монарх или царь получал свой пост по наследству, а его наследником становился старший сын. Женщины-монархи вроде Хадшепсуд в Египте и Гафолии в Иудее были редкими исключениями. Хадшепсуд надевала костюм египетского царя и даже носила традиционную фальшивую бороду. Царь владел всей землей в царстве. Последнее слово относительно субъектов и их имущества тоже было за ним. Царь мог забрать себе урожай, скот, слуг и служанок. В то же время ожидалось, что царь будет поддерживать порядок в царстве и справедливость для всех граждан. Кроме того, цари были защитниками своей земли и главами армии. Земли каждого царя были разными. Кто-то управлял городами-государствами, другие правили обширными империями. Завоеватели собирали дань в золоте, серебре и товарах у покоренных царей. Вот почему, когда Библия говорила о царстве небесном или царстве света, первая церковь прекрасно понимала, что имелось в виду. Они понимали, что если Бог является царем, то право на имущество остается за ним. Они повиновались закону Божьему и его заповедям, в числе которых был и призыв на войну. В ответ Бог становился их судьей, который борется с ними против тьмы. Именно Он будет собирать дань с покоренных врагов. Первая церковь считала это чем-то хорошим, и поэтому молилась так. «Отче наш, сущий на небесах, да придет царство твое». Добро пожаловать на «Мировое влияние» и в Вашингтон. Мы находимся в самом могущественном городе мира, чтобы поговорить о силе Божьего Царства. Я буду учить из Нагорной проповеди. В Евангелии от Матфея 6 главе сказано, «Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В этом учении я скажу одну простую истину. Когда приходит Божье Царство, Царство Сатаны должно уйти. Иисус учил нас молиться о том, чтобы Царство Божие, правление Бога, пришли на землю и в нашей жизни. Сегодня мы понимаем, что находимся между первым и вторым пришествием Иисуса. Во время первого пришествия Иисус принес послание небес на землю. Небеса сошли, и Царство Бога установилось в сердцах людей. Во втором пришествии Иисус захватит все сферы мира, все источники власти на планете. Сатана будет связан, а Иисус будет править. Но сегодня мы все еще находимся между первым и вторым пришествием, тем, что было, и тем, что еще не случилось. Именно здесь Иисус учит нас молиться, «Боже, пусть Твое Царство придет, пусть Твое пребывание будет ощутимо». Иисус пришел, чтобы принести небеса, и Он посылает нас нести эту весть миру. Сказано, что мы должны быть гражданами Царства Света. Послание к Колоссинам, 1 глава, 12 стих, говорит нам, «Вплоть до 14-го». «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Мы становимся частью Царства Света, когда принимаем Иисуса в наше сердце. Мы меняем гражданство, оставляя Царство Тьмы и становясь гражданами Божьего Царства Света. Давайте подумаем об этих двух царствах, которые существуют в мире. Во-первых, Царство Света. Оно наполнено праведностью, миром, радостью и любовью. А Царство Тьмы наполнено коррупцией, суматохой, отчаянием и ненавистью. Царство Бога наполнено свободой, истиной. Оно ведет нас к небесам. Царство Тьмы наполнено оковами, ложью и обманом. Оно ведет нас в ад. Мы должны спросить себя, в каком Царстве мы действуем, в каком Царстве мы живем каждый день своей жизни, и как нам заменить Царство Тьмы Царством Света. Чтобы Царство Света продвигалось в мире Тьмы, должна происходить духовная война. Это невидимый духовный конфликт, который связан с человечеством. Сегодня я нахожусь в Вашингтоне, перед памятником Линкольну, который напоминает о времени большого конфликта в Америке. Тьма и свет боролись друг против друга. В материальном мире это проявилось в гражданской войне. Мы благодарны Богу за результат этой войны и за свободу для рабов по всей Америке. Но раны все равно остались. Тем не менее, духовная война не заканчивается. Фрэнсис Шейфер как-то сказал, «Мы оказались втянуты в битву. Это недружественный разговор джентменов. Это смертельный конфликт между духовными силами зла и теми, кто призывает имя Христа». А другой проповедник Клайв Льюис сказал так, «Во вселенной нет нейтральной полосы. Каждый квадратный дюйм, каждая доля секунды принадлежит либо Богу, либо сатане». Служение Иисуса было наполнено конфликтами. Конфликтом между царством, которое он нес, и царством Люцифера или тьмы. Иисус видел, что человечество было во тьме, но он нес ему свет и жизнь, чтобы освободить их. Где бы ни происходили эти конфликты, для того, чтобы освободить пленных, была необходима сила. Иисус говорил, что Он пришел, дабы связать сильного и освободить пленников. Иисус учил, что Божие Царство приходит в силе, и мы можем ходить в этой силе. Иисус показал эту силу в Своем служении и победил царство сатаны. «Когда приходит Божие Царство, то царство сатаны уходит прочь». Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 4 главу, 20 стих. Тут сказано, «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Также в другом месте Писания Иисус сказал, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Это Евангелие от Матфея, 12 глава. «Сегодня же я хочу, чтобы мы поняли, что когда приходит Царство Божие, Царство Света, то оно больше тьмы, а оно отодвигает Царство Сатаны. Но все это происходит в духовной войне. Это как погода. Когда холодный фронт сталкивается с теплым фронтом, начинаются бури. Именно тогда бьют молнии и зарождаются ураганы и торнадо. Когда эти фронты сталкиваются, загораются огни и высвобождается сила. То же самое касается и служения Иисуса. Когда свет прогонял тьму, происходили чудеса. Бесы уходили, прокаженные очищались, мертвые воскресали, а люди получали невероятное исцеление. Бог показывал, что сила Его Царства больше силы тьмы, которая удерживала людей в оковах. Сегодня мы находимся в Вашингтоне. Сейчас время бурь. Здесь столкнулись теплый, холодный фронт, что привело к переменам в погоде. То же самое происходит и в нашей духовной жизни, когда сталкиваются свет и тьма. Укрепите свое сердце и разум, когда молитесь. «Боже, да придет царство Твое». Вас ожидает духовная война. Радостная весть состоит в том, что вы можете одержать победу благодаря силе Иисуса Христа. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я вернусь со второй частью учения и расскажу вам, как одержать победу в этой битве, когда вы молитесь. А молиться нужно так. «Господи, да придет царство Твое». Все в Израиле должно измениться. Бог изольет Святой Дух по всему миру. Настало время Пятидесятницы. На небе счастье, там свобода, мир. Хотите пребывание Бога в жизни и в своем служении? Это клич о свободе. Церковь помазана Богом. Она действует. И это дар Бога. Мы – Церковь Иисуса Христа. Не нужно рушить стены. Проходи через них. Я могу все благодаря тому, кто дает мне силы. Поклоняйся и молись. Не бойся за будущее, ведь мы – народ Бога. На нас сошел огонь Святого Духа. Он изменит мир. Я всегда люблю приезжать в Вашингтон. Самый могущественный город в мире. Сейчас мы возле памятника Вашингтону, который вы видите сразу за моей спиной. Сегодня мы говорим о силе Божьего Царства и о том, как оно противостоит Царству Тьмы, что приводит к духовной войне. В первой части нашего учения мы говорили о погодных фронтах и о том, что, когда теплый и холодный фронт сталкиваются, то поднимается буря, начинает бить молния и идти дождь. Сегодня в Вашингтоне дождливый день, потому что холодный фронт столкнулся с теплым. И когда свет сталкивается со тьмой, когда Божье Царство сталкивается с Царством Люцифера, то происходят сверхъестественные вещи. Первая Церковь видела это, когда несла Царство Света темному миру. Они переживали чудеса и знамения так же, как Иисус во время Своего служения. Иисус обещал им, что они получат силу Царства. Первые последователи Христа думали, что Он установит земное Царство. Но Иисус объяснил им, что первое пришествие было призвано установить Его Царство Духа, чтобы люди перешли из Царства Тьмы в Царство Света и спаслись. Об этом говорится в Деяниях 1 главе 6 по 8 стих. Первая Церковь приняла силу Царства, которое наполняло Иисуса Христа. Эта сила, благодаря Духу Святому, позволила им продвигать Царство Света. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израиля?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы видим множество примеров этому в Новом Завете. Один из таких примеров записан, опять же, в Деяниях, 13 главе. Дух Святой призвал Павла и Варнаву на служение. Он отделил их. Первая Церковь изложила на них руки и сделала миссионерами. Из Церкви Антиохии они отправились на Кипр. Когда они прибыли на Кипр, то прошли до столицы Пафоса. Многие говорят, политика и христианство не должны смешиваться. Но когда Царство Божие сходит на землю, когда Бог отвечает на нашу молитву «Да придет Царство Твое», это меняет все. Это влияет на нашу жизнь, на наши семьи, на образование, медиа и даже на политику. Именно это и случилось с Павлом и Варнавой. Когда они пришли в Пафос, то там был проконсул, которого римляне поставили над Кипром. Он хотел услышать Евангелие. В Писании говорит, что там был кто-то, кто был наполнен тьмой. Он противился Царству Света. Его звали Елим, что означает «волшебник». Этот волшебник хотел, чтобы Сергиус Паулус, проконсул острова, не услышал Евангелие. Он пытался остановить Павла и Варнаву. Писание говорит, что здесь Савла впервые называют Павлом. Его первое чудо состояло в том, что он сказал Елиме «ты будешь слеп». И на него сразу же сошла слепота, тьма. Он пытался остановить Евангелие, но тьма, царство тьмы, захватила его. Это позволило Павлу и Варнаве проповедовать Евангелие Сергиусу Паулусу. И он обратился, поразившись их учению и тому, что сделал Бог. Мы видим конфликт в первом же чуде Павла. Это конфликт между светом и тьмой, между Царством Божиим и Царством Люцифера. Мы видим, что Бог выигрывает эту битву. В Вашингтоне и в других столицах мира, как и тогда, в столице Кипра, этот конфликт никогда не угасает. Это конфликт между светом и тьмой. Мы видим его каждый вечер по новостям или в мобильных телефонах, когда просматриваем соцсети. Люди отдают себя царству тьмы, царству лжи, обмана, жестокости и ненависти. Но мы видим проблески света, когда люди наполняются миром, любовью и радостью. Они делают все, чтобы помочь другим. Эти два царства существуют одновременно на нашей планете. А это значит, что мы с вами находимся на поле битвы. Это поле битвы света и тьмы. Мы каждый день видим эту битву в своей жизни. Бог желает, чтобы мы знали, что можем победить в этой битве благодаря его силе, силе Духа Святого. Есть простые шаги, которые позволят нам победить тьму. Вот первый из них. Вы должны научиться различать. Различайте происходящее. Когда Саввл и Варнава встретились с волшебником Елимой, Саввл сразу же понял, что происходит. Тьма пыталась удержать свет. Если в вашей жизни возник конфликт, то в первую очередь вы должны спросить себя, неужели здесь работа и царство тьмы? Это дела Люцифера? Если так, то что хочет сделать Бог? Научитесь различать. Второй шаг. Приготовьтесь к травмам. Это звучит непривычно, но когда человек пал в Эдемском саду и отдал власть над планетой Люциферу, было дано обетование, что однажды семя жены поразит голову сатаны. Мы знаем, что это обетование исполнилось во Христе, но в обетовании также сказано, что змей будет жалить его в питу. Иисус был ранен за наше беззаконие, чтобы мы одержали победу. И когда мы находимся в состоянии духовной войны, когда мы продвигаем царство света, когда Божие Евангелие проповедуются миру, нам не избежать травм. Хоть мы наступаем на голову сатаны, он может ранить нашей жизни. Если вы хотите одержать победу, то должны быть готовы к травмам. Итак, во-первых, научитесь различать. Во-вторых, приготовьтесь к травмам. И третье, обретите связь с Повелителем. Иисус Христос, Господин этого Царства, Он Царь Царей и Господь Господь. Он знает стратегии, необходимые для победы над тьмой. Он Бог Давида, который помог ему победить Голиафа. Он Бог Иосафата, который помог ему победить врага. Он Бог Савла, который помог ему победить волшебника Елиму. Он будет вашим Богом, если вы будете поддерживать связь с ним. Он даст вам победу. Мы не только должны уметь различать, быть готовы к травмам, поддерживать связь с Повелителем, но и ожидать победы. Бог говорит, что мы лучше завоевателей в том, кто возлюбил нас. Нас перенесли из Царства тьмы. Место обмана, лжи, ненависти, место, где нет радости и мира, в Царство Света, где царит мир, любовь, радость, надежда, истина и любовь. Мы можем победить тьму. Божье Царство должно продвигаться даже в столицах мира, в Вашингтоне. Сегодня мы находились в самом могущественном городе мира и говорили о силе Божьего Царства в вашей жизни. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через минуту. Я выбрала O.R.U. по ряду причин. Онлайн-программа O.R.U. является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. И если вы работаете днем, то вы можете учиться и выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы, находясь за границей. Мои преподаватели были очень отзывчивыми. Они всегда были готовы мне помочь. И они хотели, чтобы я добилась успеха. O.R.U. – это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. Мемориал Второй мировой войне установлен в честь победы союзников во Второй мировой. Сотни тысяч людей отдали свои жизни, чтобы одержать победу и свободу. Две тысячи лет назад Иисус отдал свою жизнь. Жизнь с небес. Жизнь без греха, чтобы мы с вами освободились от царства тьмы и жили в царстве света. Единственный способ победить в конфликте между светом и тьмой – это отдать свою жизнь царю света и Иисусу Христу, свету мира. Если вы хотите узнать, как сделать это, то позвоните мне прямо сейчас по номеру, который вы видите на экране. Или зайдите на наш сайт, адрес которого также на экране. Я хочу услышать ваши истории о ваших конфликтах дома, в семье и жизни. Я знаю, что Господь – победитель. Он управляет армиями небесными, и Он даст вам победу, если вы обратитесь к Нему сегодня. Примите решение в конфликте между светом и тьмой, которые бушуют прямо сейчас. Начнут происходить чудеса. Бог даст вам победу, если вы отдадите себя Иисусу Христу. Позвоните мне прямо сейчас по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт. Мы верим, что это царство света должно продвигаться по всему миру. Молитва Иисуса «Да придет царство Твое» должна всегда звучать в нашей жизни. Куда бы ни шли, мы несем силу Духа Святого и царство света. А куда приходит Божие царство, оттуда уходит царство сатаны. Вот почему мы проповедуем благую весть Евангелия этого царства. Иисус обещал, что когда Евангелие царства будет проповедано всему миру, наступит конец. И тогда царства этого мира станут царствами нашего Бога и Христа. Однажды нам не придется переживать о царстве тьмы или Люцифера. Он будет связан и брошен в озеро Огненное. А Иисус будет править вечно, без всяких помех. А до этого Бог учит нас молиться. «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Сегодня мы были в Вашингтоне, вы смотрели «Мировое влияние». Я, Билли Уилсон, мы делились Евангелием Иисуса с вами. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через Конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на Ваших экранах. Также Вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на Ваших экранах. Меня зовут Альберт Акпалу, я из Ганы. Я получаю MBA по финансам в УОР. Я понял, что могу повлиять на общество, используя то, что интересно мне. Я собираюсь вернуться в свою страну и улучшить сферу добычи нефти и газа. Это то, что интересует меня. Каждый день я просыпаюсь и вижу, как мои видения оживают. Я смог определить множество вещей, которые помогают мне в учебе, в отличие от того, что было в Гане. Здесь учатся люди из 86 стран мира. И как бизнес-лидер, как предприниматель, я должен иметь связи во всем мире, чтобы знать, что происходит в других странах. Вот почему я хочу сказать другим. Если Вы живете в другой стране и хотите приехать учиться в Соединенные Штаты Америки, в УОР, то это одно из лучших мест. Это настоящее благословение. Продолжение следует... Продолжение следует...